А сейчас отправимся на один из участков для голосования, а именно номер один центрального района города Минска, где зарегистрированы выдающиеся спортсмены, звезды эстрады. Кроме того, в этом списке избирателей и действующий глава государства. Здесь дежурит наша съемочная группа и на связи наш корреспондент Ольга Макей. Ольга, доброе утро, вам слово. Доброе утро, студия. Доброе утро, студия. Избирательные участки по всей стране открылись буквально только что. Конечно, уже совсем раннее утро. Избиратели только просыпаются. Все-таки воскресенье. Наша съемочная группа на этом избирательном участке находится с 7 утра. В это время здесь уже были члены избирательной комиссии. Все они находятся на своих рабочих местах. Это 12 человек. Все они люди опытные. Для многих из них эта избирательная компания уже не первая. Участок номер один центрального района Минска нередко называют самым спортивным в городе. Все дело в том, что находится он в университете физической культуры и окружен знаковыми спортивными сооружениями страны. Здесь рядом и велодромы, и национальный олимпийский комитет, и Минск-арена. В течение дня здесь можно будет застать известных спортсменов, тренеров, олимпийских чемпионов. Связано это с тем, что неподалеку располагается так называемая Олимпийская деревня. Всего здесь зарегистрировано около 2,5 тысяч избирателей. Участок оснащен прозрачными урнами. Всего их 4. Две для основного голосования, одна для досрочного и одна для тех, кто пожелает воспользоваться своим конституционным правом на дому. Напомню, в бюллетенях на этот раз 4 кандидата. Их фамилии расположены в алфавитном порядке. Информацию о их биографиях каждый избиратель мог получить лично вместе с приглашениями на выборы. Ну, если что, здесь на участках, конечно, есть информационные стенды, где можно прочитать любую информацию. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина накануне выборов напомнила, что в бюллетене, в квадрате напротив фамилии, можно поставить абсолютно любую отметку. Это не обязательно должна быть пресловутая галочка. Можно написать слово «за» или поставить даже точку. Главное, чтобы эта отметка стояла всего лишь в одном квадрате в бюллетене. На этом пока все. Юлия. Спасибо, Ольга. На избирательном участке номер один Центрального района города Минска работает наш корреспондент Ольга Маккей. Мы будем держать с ней связь в наших следующих выпусках. Продолжение следует...